Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Центробанк считает, что кредитование реального сектора экономики возобновится в марте. По данным Центробанка, в декабре прошлого года впервые сократилось в абсолютном выражении количество выданных необеспеченных потребительских суд. В декабре граждане совершали покупки и не брали новые кредиты, в меньшей степени пользовались лимитами по кредитным картам. При этом Банк России не исключает возможности существенного обесценивания кредитных портфелей банков. По данным Росстата, в январе 2015 года инфляция в России достигла 3,9%. Годом ранее она составляла всего 0,6%. Январский рост цен оказался самым сильным с февраля 1999 года, когда инфляция разогналась до 4,1%. За месяц овощи подорожали на 22,1%, сахар на 19,1%, крупа на 7,4%, яйца на 6,9%, рыба на 6,5%, макароны на 5,7%, хлеб на 3,6%, мясо на 3,2%, алкоголь на 1,9%. Средняя стоимость минимального набора продуктов выросла на 8,3% до 3592 рублей. Дороже всего этот набор стоит в Чукотском автономном округе. Самая дешевая потребительская корзина в Пензенской области. Туроператоры готовы предложить россиянам путевки по сниженным ценам, зафиксированным в рублях. Лишь бы только ездили. Многие туроператоры не только не поднимали цены в долларовом эквиваленте еще с прошлого года, но даже снизили стоимость. Правда, в пересчете на рубли популярные направления успели подорожать до 40%, а некоторые и вдвое. Зарубежные партнеры тоже не спят. К примеру, власти Турции намерены предоставлять субсидии российским туроператорам. Египет, к примеру, готов перейти на расчеты в рублях и уже отменил визовый сбор. Греция и Кипр снижают цены на 30-40% на проживание в отелях для россиян, которые заранее бронируют туры в эти страны. Не иначе, как конкуренции с Крымом боятся. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в пылюсе на отметке 1769 пунктов. Среди лидеров роста – ТАТ «Нефть», Сургут «Нефть и Газ», Мичел, Башнефть и аптечная сеть 36,6. Аутсайдеры – РДР «Русала», Мегафон, НМТП и Дикси. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. Американские и европейские фондовые индексы завершили торги пятницы в красной зоне. Биржевые площадки Азии демонстрировали разнонаправленную динамику. Нефтяные котировки также слегка отступили от своих пятничных значений. Курс доллара на 9 февраля – 66,04 рубля курс евро, 75,69 рубля. Золото стоит 2683 рубля за грамм. Серебро стоит 36,10 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 58,69 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.